Добрый вечер, уважаемые телезрители живого телевидения. Сегодня у нас в программе «Букинг» встреча с Михаилом Красиковым, писателем, поэтом, этнографом, ученым, культурологом из Харькова. Здравствуйте, Михаил. Рад вас видеть в Москве. Я знаю, что вы приехали сюда на конференцию. Как у вас впечатления? Конференция? Конференция посвящена очень интересной теме «Советское общество и фольклор». То есть тема во многом еще неосмысленная, потому что действительно, кстати, и сам термин «фольклор», потому что к фольклору, например, сегодня относят и разного рода визуальные формы. Мы привыкли, что фольклор – это устное некое искусство слова. А сегодня у нас были доклады, например, о праздничных открытках, о памятниках, о праздниках. То есть все это сегодня фольклор. И темы были, соответственно, самые разные от просоветских и антисоветских частушек до модификаций именно в такой бытовой культуре. То есть чрезвычайно все это актуально и нуждается, конечно, в осмыслении. Михаил, я с давних пор восхищаюсь вашей деятельностью разносторонней. Дело в том, что среди людей, которые заняты литературным творчеством, не так-то часто встречаются те, кто не только посвящает свое время этому предмету, но и занимаются большой общественной работой. И я думаю, что вот эта конференция, она какое-то имеет отношение к теме нашего сегодняшнего разговора. Потому что я уже несколько лет назад, лет 10 назад заметил, что среди молодых относительно, скажем, 30-летних литераторов и поэтов наметилась тенденция, которая в советское время в этой литературе ни в официальной, ни в неофициальной не наблюдалась. То есть вот эти перемены в жизни, которые привели к капитализации, индустриализации и всем остальным ациям, которые мы видим в нашей окружающей действительности, они как-то так повлияли на сознание многих авторов, что их тексты и по форме, и по содержанию стали приближаться к критическому реализму. Как вы думаете? Ну, критический реализм – это термин, честно говоря, по-моему, несоответствующий своему названию. Потому что в 19 веке термин очень некорректный. Потому что то, что у нас в советские годы обзывали таким словом, ну, я не знаю, даже вот Некрасов сам, казалось бы, критический и вроде бы как реалист. Не такой еще, как Решетников, конечно. Ну, да. Мне кажется, все-таки вся эта терминология настолько устарела, а новой, адекватной, к сожалению, тоже еще нет. Поэтому тут очень сложно говорить, как бы от какого наследия мы отходим. Потому что у Некрасова, если хотите, даже мистика есть. Магичка, конечно. Да, то есть какой-то, может быть, там магический есть, может быть, даже реализм и так далее. То есть можно, как бы, вот все эти определения такие, особенно, которые накладываются так масштабно на целую эпоху, они всегда неверны, потому что пресловутый метод, который, ну, так у нас хотели везде увидеть, ну, по-моему, он все-таки не существует. Потому что лично, ну, для меня, как человека пишущего, для меня нет, я не могу даже представить, какой может быть вообще метод, как бы такой, с обратной, с которым я бы осмыслял действительность и все это притворял и так далее. Ну, ведь все-таки творческая личность развивается в рамках определенных референций. Это трудно отрицать или невозможно даже. И критический реализм, этот термин, возник не в советское время. Ему в советское время другое придали смысл. А вот тогда, когда он возник, в XIX веке, все-таки это было какое-то представление народничества, и критическое было направлено в сторону буржуазной части общества, реалистическое, в сторону вот тех фольклорных источников, тех тенденций, которые, между прочим, вас очень интересуют. Я не знаю, у вас около 300 научных работ в этом направлении. Ну да, я диссертацию защищал Львей Николаевич Толстом о «Войне и мире». И, кстати, там тоже никакого критического реализма не находил. Ну, конечно, Толстой не относится к этому. Нет, почему? Его зачисляли, естественно. В советское время. В советское время, конечно. Мне кажется, все-таки, что если что-то и влияет на поэта, то какие-то очень тонкие, я бы сказал, какие-то субстанции, какие-то вот токи, которые, ну, буквально, то есть, как, знаете, у экстрасенсов, он подносит руку и вот чувствует тут тепло, тут, так сказать, холоднее и так далее. То есть, вот так ассоциативный такой ряд, разброс во временах, так сказать, в личностях, он, как правило, очень большой у каждого автора. Потому что вот то, из чего, в конце концов, вырастает каждый автор, это ткется очень медленно, я бы сказал, очень прихотливо. И, ну, это вот как узор на наших ладонях. То есть, он неповторим, естественно. И вот то, что нам кажется, может быть, наиболее даже значимое событие эпохи, они на самом деле могут отражаться, ну, во-первых, они всегда отражаются не одинаково у каждого, а во-вторых, ну, вот всегда непрямо, мне кажется. Всегда непрямо. То есть, всегда что-то вот опосредовано, косвенно, как-то через множество всяких культурных таких слоев. То есть, это такой вот очень сложный, мне кажется, процесс, если говорить о тенденции. Ну, вот вы уже не первые десяток лет занимаетесь поэтическим творчеством. Как вы вступили на эту тропу? Как так произошло? Что-то же бывает первым толчком? Ну, естественно, да. Вот есть такое благо, которое у многих, я думаю, послужило толчком, как неразделенная любовь. Просто у одних это заканчивается тем, что, так сказать, его любовь, в конце концов, как бы разделили, и он на этом успокоился, как бы окуплился, и все стало замечательно. А другой просто, как бы, поменял приоритеты, и, ну, как бы, в юношеском возрасте, наверное, всякий человек, сколько-нибудь тонко чувствующий, независимо, кстати, от всяких там переживаний, может быть, даже любовных, он что-то такое, наверное, пытается сочинять, если он как-то приобщен вообще к литературе, мне кажется. А потом что происходит? А потом вот это вот состояние неразделенной любви, я думаю, что у некоторых авторов оно остается. Но только любви, ну, я не имею в виду, в данном случае, любовь к женщине, а просто потому, что вот ту глобальную любовь, которую ты вдруг в себе открываешь, конечно, ее не в состоянии, разделить, так сказать, никто в этом мире, ничто в этом мире. То есть поэт – это человек, которому вот как бы так вот глобально не хватает этой любви, и вот из этой тоски, как бы, мне кажется, по такой вот масштабной любви все и проистекает. Потому что, ну, вот, например, дерево, которому, которое производит на тебя впечатление, ну, может быть, такое же, как там сикстинская Мадонна. Дерево, ну, наверное, оно может ответить тебе как бы тем же, да, но вот почувствовать, ответил на тебя тем же, или не ответил, или та же сикстинская Мадонна, например. Ну, это еще вопрос, знаете, поэтому мне кажется, что поэт – это человек вот как бы вот с таким как бы изъяном или недостатком, не знаю, это как определить. Или с такой судьбой, с такой кармой, может быть. Знаете, сразу вспоминается несколько ассоциаций пришли в голову от вашего рассказа, который, мне кажется, весьма симптоматичен скорее для европейской поэзии, потому что там практически все поэты начинают вот таким образом свою поэтическую карьеру. И я где-то слышал шутку среди литераторов, кто-то сказал, что гениальный лирический поэт написал пять стихотворений и закрыл тему. Но это нельзя сказать о батюшке. На него все-таки возвели вот этот груз ответственности за неразделенную любовь, потому что у него там кроме неразделенной любви, которой не так уж и много, там есть очень много наблюдений, присущих такому, что ли, гениальному прозрению, соединенным состоянием, в котором находился поэт. И вот с тех пор, вот начав с этого, когда я читаю ваши стихи, я уже прочел в двух книгах, вот одна из книг, я покажу ее, это более ранняя книга, «Деревья детства». И вот сейчас недавно эту книгу прочел, «Божья вишня», с очень хорошим предисловием, и где вас ваш рецензент характеризует как человека ярких противоположностей, совершенно несовместимых и непонятных рецензентов. Но, во всяком случае, надо отдать должное, что написано с большой душой и во многом правильно, наверное, написано. Это Лидия Стародубцева, доктор философии, культуролог. Но там не видно, что она доктор, а скорее видно, что она человек, восхищающийся поэзией. И не столько даже поэзией, как личностью, вашей личностью, что довольно редко встречается, потому что проявление человека как в деятельности, в общественной деятельности, как личности, сосредотачивающей многие устремления, многие надежды и помыслы, людей не так-то часто и встречаются. И вот мне все время интересно, как вам удается сочетать такую обширную научную деятельность с поэтическим творчеством? Ну, в сущности, это одно и то же, я бы сказал, почти что. Это разная, конечно, абсолютно сфера. И, конечно же, я, наверное, раскладываю всегда по полочкам, но, естественно, человек един. Ну, например, когда я... Я вообще полевик по своим основным устремлениям, полевик, архивист, можно сказать, текстолог. И для меня самое главное это... Ну, это вот то, о чем писал Бердяев. То, что он говорил, вот чем занимается культура? Она занимается борьбой со временем. То есть она стремится... Она понимает, что все равно с временем не справишься, но все равно стремится удержать какие-то драгоценные крупицы бытия, вот эти образы, которые возникли, память о людях, которые исчезают. И... Ну, вот так вот получается, что... Ну, вот, например, первая книжка, которую я делал, она была посвящена моему земляку замечательному Михаилу Кульчицкому. Это ярчайший поэт, ну, как его у нас называют, романтик, хотя это определение не совсем, может быть, точное, хотя он любил это слово, но его переосмыслял совершенно. Не вот этот банальный романтизм такой вот напыщенный, а совсем другой у него. Ну, это долгий разговор. Так вот, когда я впервые взял в руки эти рукописи, причем написанные перед войной карандашом, вот, то... И вот я сидел в доме его сестры, она тогда жила в Харькове, и, в сущности, впервые за полвека я был первым читателем этих рукописей, и у меня было ощущение, что действительно, как бы, вот я занимаюсь... Ну, у Школского была статья «Воскрешение слова», помните, да? Да. Так вот, действительно, это было воскрешение слова, конечно, но и воскрешение личности, потому что буквально вот от того, как я прочту это слово конкретное, вот, как бы, моя ответственность была, зависело то, какой будет его образ, потому что, например, знаменитое его стеотворение, война совсем не фейерверк, а просто трудная работа, наверное, все знают это, хрестоматийный текст, он переведен на все европейские языки, включен во все антологии мировой поэзии, называется «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник». Так вот, там есть строчка такая, «Спешит по пахоте пехота». В свое время Ливанинский еще в 60-е годы написал о том, что строчка, сейчас его процитирую в том варианте, в котором печаталось, «скользит по пахоте пехоты». Вот он писал так, что эта строчка до сих пор вызывает восхищение у многих современных поэтов, ну, имею в виду поэтов-шестидесятников. Так вот, на самом деле не скользит, а спешит, то есть звукописием было как бы более совершенное на самом деле. И действительно, когда проводишь такую работу, ну, я вообще написал отдельную статью в свое время о том, как редакторы искажали намеренно или случайно, трудно сказать, но были и совершенно такие как бы идеологически обоснованные тогда, как я понимаю, выбрасывание каких-то имен тогда запрещенных или очень-то довольно смешные были такие переназывания, ну, то есть, как бы всячески подгоняли под некий стереотип такого вполне советского юноши, поэта. Вот, так вот, когда вот все это как бы расчищаешь и действительно создается некий текст адекватный, насколько это можно, так сказать, приблизить, то, ну, в сущности, это работа творца, то есть, в данном случае, как бы, ну, вообще любой пишущий, он, как бы, конкурент творца от большой буквы, потому что, так сказать, вот, творец с маленькой буквы и творец и природа совершенно одинаковая, потому что она заложена, так сказать, господом в человека эта природа. И вот тетровед в данном случае, он тоже может, как бы, или оказаться на уровне этого творца от большой буквы, да, или, ну, как бы, не оказаться. Поэтому, в частности, тетроведение это и собственное поэтическое творчество, мне кажется, это очень близкие, как бы, такие вещи, если не заниматься тетроведением, как, знаете, такой, схоластической наукой. У нас ведь очень много таких статей, которые, причем, даже о писателях, ну, таких, как, например, Ильфа Петров и так далее, Булгакове. Ну, иногда берешь статью или книгу, посвященную таким ярчайшим личностям, с колоссальным юмором и так далее, а читать это невозможно, потому что написано таким суконным языком или таким наукообразным, как будто человек вообще, я не знаю, так сказать, вот раньше в канцелярии какой-то работал, а потом вот решил друг заняться. Поэтому, в сущности, это как бы единый поток. А вот как фольклорист тоже, опять же, у нас у народа творца, скажем так, и у поэта творца, это разные типы творчества, но единый, я бы даже не сказал, что, ну, инструмент, скажем так, инструмент, единый инструмент, это слово. и для меня большего праздника нет, как в фольклоре, например, найти какое-то вот даже единственное слово или записать какую-то удачную фразу, я уже не говорю, там текст какой-то огромный. И то же самое, конечно, как автору, если удается что-то как-то выразить емко, ну, как бы глубоко, афористично, может быть, это в сущности абсолютно один вид творчества. Я могу даже пример привести. Да, интересно. Смотрите, вот из таких своих открытий, которые буквально произошли год назад, в прошлом летом. Вот у меня за год происходит очень много событий, самых разнообразных, и тем не менее для меня, вот я обычно в экспедицию уезжаю где-то дней на 40, 45, 50, как получится, то есть на все лето я обычно на Байдарке и по рекам Украины где-то у нас такие вот происходят плавания. И в прошлом году первое же село, куда я приехал, это на Харьковщине, было русское село, и в этом селе я познакомился с одной бабушкой, и вот мы с ней сидим, ну, часа три или четыре мы с ней уже сидели, беседовали на разные темы, причем бабушка почти слепая, почти ничего не видит. И потом вдруг она так вот посмотрела на небо, посмотрела, там тучки находили, и произнесла слово. Молодеет, замолаживает. Ну, тут я просто чуть не сполз с скамейки, потому что вы знаете прекрасно, что это за слово. Это то самое слово, с которого начинался знаменитый словарь Даля. Вот по легенде Даль ехал, и Ямщик произнес это слово тоже в подобной ситуации, и оно так поразило Даля, что он его сразу записал и решил дальше заниматься этой деятельностью. Ну, и вы тоже сделали то же самое. Меня поразило, я никогда этого слова не слышал в живом, то есть я его знал из этой истории с Далем, но я никогда его не слышал. Я, правда, не очень много бывал в таких вот русских селах, я больше в украинских селах бывал, но все-таки бывал. И никогда ни в Харькове, ни под Харьковом, ни в других районах Украины этого слова я не слышал. Я считал, что конечно же его уже нет. Ну, как бы и вдруг оказалось, что оно звучит. Правда, есть анекдот соответствующий про то, что ямщик на самом деле был, не все буквы выговаривал и потом он еще там произносит в этом анекдоте ну, тоже соответствующее слово и Даль тогда понимает, что это ямщик просто хотел сказать замораживает. но оставил не тот покой, но самое интересное было дальше. А дальше то есть я убедился, что слово оказывается все-таки живо. И для меня это был настоящий праздник, потому что редко такую архаику можно найти. Но дальше я приехал в Харьков и рассказываю своим студентам эту историю, говорю, какое событие. И мне студенты говорят, ну так а что, слово это мы очень хорошо знаем, в нашем студенческом жаргоне оно вполне как бы употребимо. Вы знаете, что оно означает в студенческом жаргоне? Нет, не знаю. У вас оно не ходит, да? Или вы просто не слышали? Я не слышал, что ходит, что не ходит. Сейчас очень много молодежных субкультур и трудно предугадать, это неисследованный вопрос. А так что это? Вот есть такое выражение, говорят, парень замолаживает девушку. Значит, ну как бы, ну раньше говорили, это кадрит, как бы вот ухаживает, ну в общем, понятно, чем он занимается. То есть, как бы клеит еще вот тоже так вот это, ну правда там в более грубой форме там клеит чувиху-то вот. Это уже скорее относится к области квазислов и их значения. Экспериментов Скребнева и других лингвистов, когда знаменитые случаи, когда экспериментаторы ходили по Москве и предъявляли всем слово репульсирует. вот останавливают какую-то женщину пожилую и говорят, скажите, пожалуйста, как тут репульсировать нам на Красную площадь. Вот так вот прямо репульсируете или там немножко возьмете чуть вправо. Это почти как с Глохой Куздрой. Почти все понимали. Все понятно. Такая Глохая Куздра. Нет, там у них был один облом. В фойе театра подошел экспериментатор к гардеробщику и говорит, где-то у вас можно репульсировать. Он ему показал на туалет, а он ему говорит, нет, я имел в виду буфет и гардеробщик. Ну, правильно, своя семантика. Да. Гардеробщик покраснел, допустив, такой оплот. Так вот, я знаю, что вы являетесь, у меня есть эта книга, спасибо за нее большое, вы являетесь единственным и первым составителем антологии русскоязычных писателей в Украине. Современная русская поэзия. Современная, да. И это очень хорошее начинание, которое, как вы мне говорили, вы продолжаете и, возможно, сделаете второй том. Но, поскольку вам известно то, что, наверное, больше всех то, что происходит в Украине с русскими поэтами, то как вы представляете ситуацию в России, ну, наверное, менее вам известно, но все-таки представление об этом какое-то есть, с тем, что происходит в Украине с русскоязычным поэтом. Что-то вы можете сказать об этом? Ну, я бы сравнивать не хотел и хотел бы сказать о том, что ситуация сейчас, ну, вообще, в поэзии не столь, как бы, локализируется, а скорее, наоборот, расширяется, поскольку, во-первых, интернет, он совершенно изменил, я бы сказал, такой вот, ландшафт географический. И когда человек, ну, вот у меня есть друг, замечательный киевский поэт Андрей Грязов, я, кстати, в свое время редактировал книжку и писал предисловие, он, кстати, тоже проводит большую работу в Киеве, фестиваль организовывает и так далее. И вот Андрей, например, говорит, что я, когда напишу стильотворение, я его сразу отправляю в интернет и тут же из Америки, из России, из Канады и так далее, вот получаю отзывы. То есть, на самом деле, сегодня у меня совершенно нет такой привычки и вообще я категорически противник того, чтобы мои собственные, я так говорю о себе сейчас, мои собственные стихи вот после написания тут же разлетались как бы в мир, потому что в данном случае я сторонник Грация, который говорил, пусть на седьмой год будет напечатано. И вот эта вот книжка моя последняя, она тоже должна была быть издана семь лет назад, мне тогда предлагали совершенно спокойно издать, но я под разными предлогами это все канетелил и потом, в конце концов, я совершенно забыл эти тексты, совершенно забыл, через семь лет я их прочитал и ну вот, к счастью для себя, я почти ничего оттуда не выбросил, заменил там, может быть, одно областе творения, где-то там, мы бы чуть-чуть строчки подправил, ну то есть, они для меня проверку прошли времени, то есть, вот теперь как бы мне ну вот, несовестно, потому что человек ведь меняется достаточно быстро, на самом деле, и через месяц я их уже иначе прочитаю, и то, что все-таки какая-то вот константа, она осталась, ну вот, для меня это было важно. Знаете, вот я наблюдаю отсюда, мы с вами встречались ведь на конференциях и на литературных чтениях в Киеве, куда меня приглашают, вот ежегодно, не каждый год я могу поехать, но там собирается все-таки много поэтов русскоязычных, но и до 200, и более человек со всей Украины, и у меня сложилось впечатление, что все-таки существует существенное отличие, тенденции, которые мы наблюдаем в русской, так же, как если сравнить, скажем, современную русскую в метрополии поэзию с европейской, вот европейской, американской, ну вот такой, что по европоцентрической традиции сейчас существует не менее, с точки зрения формы не менее 16 видов поэзии, крупных, из которых в России представлено не больше пяти. Что у меня в виду видов? Ну вот есть отдельные виды поэзии, ну вот там жанры, да, visual poetry, или же там male poetry, ну их много. Это жанрами наверное нельзя назвать, потому что между визуальной поэзией и тем, что мы привыкли видеть в обычной книге, вне зависимости того авангардного направления никакого другого, это уже ну совершенно другая область, вот так скажем, творчества. Но все это относится к поэзии. И у нас круг того, что можно себе представить в европоцентрической поэзии, в Москве значительно и вообще в России значительно менее узок, более узок, то есть в Украине это еще более отчетливо видно, потому что то, что я вижу в Украине по большей части это я бы сказал осовремененная и усовершенствованная тенденция серебряного века. И какие-то тенденции, то, что вам не нравится термин, но лучше вы пока не придумали тенденции критического реализма, это и в России наблюдается тоже, но это все в рамках традиционной поэзии, есть целый ряд авангардистов. Когда же я знакомлюсь с украинской литературой в Украине, то там репертуар, это не говорит о качестве поэзии, я не имею ввиду много выдающихся поэтов в Украине, русских, но когда я смотрю на украинскую поэзию, на украинском языке, то я вижу, что репертуар украинских поэтов шире. Я не знаю, чем это объяснить, несмотря на то, что все существуют в одной среде в Украине. И мне интересно знать вашу точку зрения. Ну, я все-таки придерживаюсь того мнения, что есть такое понятие, как тусовка. То есть, конечно же, у нас тоже есть, даже в нашем городе, определенный круг поэтов, который, скажем, если проводится фестиваль, то там выступает вот раз, два, три, четыре, пять, и не больше. А есть, скажем, другой фестиваль в том же Харькове, например, где выступают вот эти, и опять же, то есть, вот такое есть. Бывает еще деление по языковому или там национальному признаку, когда там только русские или только украинцы. Такое тоже. У вас там есть language school, отдельная группа, да, или там sound poetry, отдельная группа. Что-то мне это кажется не очень адекватным. Да, но дело не в этом. Все-таки мне кажется, что вот настоящие, и есть, понятно, всякие организации, кроме там национального союза писателей, есть еще масса альтернативных, есть конгресс литераторов Украины такой, вот Юрий Каплан придумал, они газету издают тоже, есть всякие межрегиональные, есть даже международные. Да, сейчас столько союзов писателей, и в том числе некоторые из наших людей, они члены союза писателей России, причем многих разных союзов, вот, поэтому, но это все абсолютно такие как бы формальные вещи, они не помогают, честно говоря, не мешают, мне кажется, настоящему поэту работать, а чаще вообще-то, ну, как бы отвлекают, потому что есть момент суеты большой, потому что все-таки дело, мне кажется, не в тусовках и даже не в фестивалях, как они важны, не интересны, а в том, насколько ты открыт в сущности всему, то есть, вот, как бы и миру природному, и социальному, и в том числе вот миру поэтическому, потому что известное ведь явление, когда поэты вообще не читают поэтов, то есть, и только поэты читают поэтов, что это может, одновременно с этим, да, то есть, как раз, да, и вот тоже еще одна такая особенность, в сущности, публики литературной, в хорошем смысле этого слова, по-моему, ни в Киеве, ни в Харькове нет, но ее нет и в России, потому что, ну вот я вспоминаю, скажем, какие-то были годы, 80-е, по-моему, к нам приезжала юна Морец, и не такая уж была и реклама, но это было событие, да, но, так сказать, огромный зал, так сказать, два или три вечера подряд наполнялся, я уже не говорю о тех случаях, когда там в те еще годы приезжали известные эстрадные поэты и так далее, но юна Морец, казалось бы, все-таки поэт, ну, тогда она была известна все-таки людям читающим, то есть, вот сейчас, мне кажется, ну, вот я не знаю, если бы она приехала, насколько бы сейчас вот собрался бы такой зал. Ну, знаете, это можно просто на одном частном примере пояснить, почему так произошло, ведь исчез огромный слой общества, грамотные читающие, которые были основным читателем поэзии, вообще литературы содержательной, это так называемое в советское время ИТР, которых мы теперь не имеем, к несчастью, наверное, хотя бы потому, к несчастью, что исчезли эти читатели. Институты исчезли, нашли исследовательские. и исчезли очень... Когда люди на этот пульман ставили книжку, там, когда нет начальника, и могли в рабочее время... Или печатали на компьютерах, и распечатывали, я видел такие огромные книги. У меня тоже дома такие. Высоцкого, распечатаны еще на тех компьютерах, на БСМах, на больших машинах. И исчезли, это же миллион людей, образованных, читающих, которые теперь не имеют доступа к литературе никакого, но они не имеют доступа к их жизни. Точно так же, они все, кто встал за прилавок, то куда им уже не до того встал. И журналы, собственно говоря, ведь тоже раньше каждый выход крупного журнала это было событие. В перестройку начало огонек, когда выходил. В перестройку я не говорю, но даже до перестройки. До перестройки Новый мир, Дружба народа. Всегда это как-то отслеживалось. Сейчас это уже единицы буквально. И то даже не все журналы найдешь в самой крупной библиотеке. Ну и тиражи у них мизерные, тиражи. Я думаю, русские журналы, даже такие, как Новый мир, они вряд ли поступают широко на Украину. Их в Москве ты особенно не купишь, если не знаешь где и как это сделать, и только в определенных магазинах, определенных. Поэтому тут жаловаться не приходится, потому что мы в каком-то смысле попали в культурные резервации, которые названы теперь клубами, названы вот этими самыми сходками или же тусовками, в которых присутствуют постоянно одни и те же люди, и это как племена. Я даже встречал одну исследовательницу, это русская исследовательница, которая работала до этого в Голландии, которую так и называла, она говорит, в Европе это называется племенами, и вот люди ходят из племя в племя, пока они сего где-нибудь не примут. А вот когда его примут, то племя со своими членами обращается соответственно со своим этикетом и со своими установками. О том, что такое творчество и как его нужно воспринимать. Но это не касается широкого читателя. Широкий читатель питается макулатурой. Это бывшие так называемые макулатурные издалии, которые успешно были продолжены уже целым рядом коммерческих авторов. Так называемая коммерческая литература для неграмотных людей или для полуграмотных. Это правильно было бы сказать. Ну вот скажите прямо, ответьте в лоб на вопрос. Вы пишете только на русском стихе или на украинском тоже? Нет, у меня были переводы с украинского. Один раз я перевел на украинский с английского. Ну это случайно было. Ну это фантастик. Ну просто меня попросили. А вот переводы с украинского, вы можете подробнее рассказать, какие трудности, с чем вы сталкиваетесь? Я сам переводил, поэтому я знаю, что это безумно трудно. Ну мне это не безумно трудно, потому что это как бы второй родной язык и я вырос в этом двуязыче и для меня абсолютно другая мелодика. Это да, это да, конечно. Но она на самом деле не совсем другая. Вот этот наш феномен слабожанщины, Харьковщина, это ведь была часть и Украины, и часть России, то есть нынешней России. Это Белгородская, Курская области, Воронежская, отчасти так вот условно эти границы вырисовываются. И в сущности все люди, которые раньше, по крайней мере, жили на этой территории, они были двуязычными. То есть мимитисты. Они во многом и остаются двуязычными. То есть, ну это билингвизм в сущности. И поэтому для нас ну вот Лина Костенко, например, вот я ее в студенческие годы переводил, это, конечно же, поэт, ну, причем у нее, кстати, такая еще четкая национальная позиция, которая вообще слобожанам не очень как бы близка, потому что мы люди более толерантные. А вот у нее это как бы более так заострено, и по этому поводу есть даже... В смысле украинского национализма. Да, да, и по этому поводу была даже полемика у Чичибабина с Элиной Костенко. Все это в стихах у него есть, но я об этом не буду говорить. Так вот, для нас украинская стихия, она, так сказать, в сущности очень близка. Ну, я много не занимался переводами, потому что просто как бы я не делаю этой профессии, хотя вот от случая к случаю что-то как бы можно перевести. И тем не менее все-таки мне кажется тут больше общего, чем ну, вот в том числе и в мелодике и в поэтике наших языков и культур. Это вот один из трудов ваших относящихся к украинскому фольклору и в каком-то смысле результат архивных и полевых изысканий книга украинской эротики поэтической, песенной поэтической. Это мне не выговорить вот это слово. Называется соромитский, то есть дословно это переводится как постыдные постыдные песни. Сором это стыд украинские соромитские песни. Если ты научишься говорить поляныц, ну да, правильно, то тогда ты уже научился говорить украинскую мову. Иногда у нас в некоторых регионах называются соромитские песни. А вы можете рассказать об этой книге? Ну сейчас изданы в частности в издательстве Владомир вышел белорусский эротический фольклор. Очень много конечно издавалось и собственно русских эротических текстов. Кстати не только древних, но в том же Владомире например студенческая эротика была очень широко представлена. это я тоже изучаю. У меня как раз вчера был доклад образ студента в советском фольклоре, ну фольклоре советских времен. Так это советского времени? Записи? Нет. Записи тут разного времени. Записи тут начиная с где-то с середины пожалуй 19 века и заканчивая Откуда вы их брали? Из Чубинского прямо или? В том числе из сборников собранных Чубинским и другими нашими Манжура и другие. Ну и много архивных вещей. Да там огромные неисследования это просто нещерпаемое море. Собрано очень много и мы тоже ведь много записываем много записываем и частушек такого эротического содержания. Но самое интересное здесь пожалуй если говорить об этих текстах то это то что ну вот например свадьба ну вот я могу наверное гордиться тем что вот в этой книжке впервые реконструирована украинская свадьба ну вот в том в том аспекте который в советских изданиях замалчивался то есть так называемый обряд комора и все что с этим связано то есть вот когда как раз наступала брачная ночь и что там дальше происходило все это очень так вот деликатно обходилось и несмотря на то что это имело место быть и всем было известно но в академических изданиях ну конечно так сказать не имели право ученые тогда все это отпечатать хотя там собственно мата как такового то есть от нецензурных слов было очень мало собственно говоря такая ну как бы есть тенденция обвинять что обвинять клятых москалив за то что они принесли в Украину вот эту лексику нецензурную нецензурную да потому что это и мне тысячу раз рассказывали во многих селах особенно венец это прямо среди народа такое мнение да ну во первых москалями называют не только русских вообще москали это еще и солдаты а солдаты ну то есть вот в первую очередь это во всех словарях 19 века еще отражено что это солдат конечно да солдаты понятно да так вот и русский он и солдат и конечно солдаты не стеснялись выражения конечно то есть оккупанты империалисты ну они вели себя достаточно нагло конечно во первых так сказать в сексуальном плане они не церемонились абсолютно ну и вот и в лексическом плане так вот самое интересное что вот если говорить о изданиях советской эпохи да оттуда все старались убрать как бы такое эротическое то что казалось эротическим но тем не менее когда мы читаем например сборники танцевальных песен то есть казалось бы там не имеющих отношения к обряду непосредственно да какие-то там припевки и так далее вот мы читаем и то есть я читаю в данном случае там уйма эротических текстов почему потому что был была своя система кодов были свои совершенно такие устойчивые образы сравнения выражения которые закреплялись именно вот за этой сферой вот например самая обычная наша пословица не пословица даже а поговорка такая вот в капусте нашли вы же знаете да прекрасно откуда это пошло откуда это пошло если почитать эту книжечку мы тут найдем целый ряд текстов которые говорят нам о капусте и свадебных и не свадебных ну например что там диды капустку сице аж там сикты так вот он не ножом режет а как бы более тонким инструментом это делает и капуста как образ соответственно понятно уже какой это очень устойчивый такой образ в фольклоре просто нужно знать как бы что каким контекстом потребляется или могу прочитать очень смешные были случаи мне одна коллега рассказывала я как раз об этом тоже пишу здесь о том как в детском садике разучивали песенку ну казалось бы совершенно невинную песенку а фольклористка случайно пришла и слышит что они там разучивали и она потом когда детки там ушли она тихонечко значит спрашивает воспитательницу а ты знаешь вообще о чем эта песенка ну когда ты сказала это просто все покраснело и то есть понимаете действительно масса в том числе песенок которые стали детским фольклором и где непосредственно как бы не идет речи как бы о койтусе да на самом деле там именно об этом и идет вот даже например такая фраза ну есть такое слово по-украински шутить это жартуваты жартуваты и кстати вот в этой же серии вышла у меня книжка называлась украинские жертвевые песни там много интересных пародийных песен и так далее так вот текст например такой жартувалы до зари то есть опять же ну просто шутили да на самом деле не просто шутили потому что четко прослеживается как бы со всеми последствиями что жартуваты это опять же иметь определенные отношения совершенно так вот ну и масса масса других интереснейших таких ну вот например такая есть такие приговорки детям ну когда детей как бы забавляют забавлянка называется по-украински ну вот есть такая забавляночка ой чук-чук наловив детчук в оборыбку пекла сковорит катекла совершенно невинный текст совершенно невинный ну полюстись ему присутствует но если вы уже поняли в каком контексте я все это рассказываю это вообще в общем рога контекста да то тут это крутая эротика на самом деле и здесь ну вот это вот ну первое слово жарить например даже в современном фольклоре как вы знаете соответствующую семантику имеет в жаргоне в жаргоне конечно да 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 есть анекдот даже соответствующий там могу рассказать это спрашивает сынок маму я бы записал между прочим и он кстати не опубликован хотя может где-то в других изданиях не знаю давно лет 10 назад я бы записал ну я по-украински расскажу маму а тетка полька рыба чем мьясу да не знаю тетка полька как тетка полька а тато казав сусидови жарев жарев тетку польку а воно ни рыба ни мьясу вот то есть вот такие как бы вещи они очень то есть нам уже понятно что если речь зашла о сковородке это все совершенно не случайно а про рыбку так про рыбку вообще уйма эротических текстов то есть они имеют еще и другой смысл гораздо более древний наверное вам это известно что у каждой женщины ну во всяком случае в славянском ряде был такой набор домашних башков и которые были плены из глины сковородочки там проще и когда если муж разводился жена плохая он все это выкидывал из дома значит она должна уйти к отцу и совершенно очевидно что сковородка это вот принадлежность к этому пантеону и это имело смысл не только вот сейчас это как бы воспринимается как некий такой шутовской шутейный фольклор с определенной краской сексуальной но мне кажется что в определенное время это служило нравственности я думаю что вот такие далекие потомки этих необходимых совершенно в социальной среде вещей а в том числе и то что относится к сексуальной сфере потому что это должно было быть строго упорядочено в общении иначе бы там наступил хаос и просто вымирание и дезорганизация то они также отражаются и в современном фольклоре и совершенно в таком же виде как это и было в древности вы знаете можно мы немножко отравимся от фольклора потому что у меня к вам просьба я хочу перейти к самому интересному попросить вас прочитать стихи может быть новые или какие вы захотите давайте сначала книжек прочитаю потом если у нас время останется хорошо ну вот такое стихотворение делать добро человеку так же свойственно как крокодилу плясать краковяк коню пить коньяк траве травить анекдоты и все-таки от чего-то он делает добро маньяк вот пока мы слышите вот такие грамматические тексты которые носят общий философский характер а вот может быть есть такие которые имеют ввиду определенные личности конкретно кого-то такие у вас тоже есть ну конечно вот в частности вот в этой книге здесь я волей-неволей отдал дань ну скажем так своей юношеской влюбленности в Цветаеву потому что ну вот как Кульчицкий меня где-то в классе восьмом или в седьмом буквально захватил заворожил не столько может быть даже стихами сколько личностью судьбой и мне попалась в школьной библиотеке его книжечкой там такие глаза были вынесены и такой гипноз произошел и и то что он жил в Харькове и то что его тоже звали Михаил это как-то так на меня подействовало потом естественно что через много лет когда я встретился с его сестрой родной сестрой которая мне первому рассказывала так сказать какие-то вещи связанные с их семьей у них семья интереснейшая была отдельный разговор может быть и ну естественно что вот из поэтов то есть меня на самом деле всегда как бы не только стихи сами по себе как бы привлекали ну вот скажем Пастернак тоже да я как бы носился вот как он там помните писал тот день все тебя от гребенок до ног как трагик провинции драму Шекспирову носил я с собой знал на зубок шатался по городу репетировал так вот я не только как бы шатался по городу репетировал Пастернака как бы там выгнил его стихи но тоже сам образ его конечно как и образ Цветаева для меня был чрезвычайно значимый то есть это ну как бы у Бахтина термин такой известный есть творческое поведение то есть я как бы учился у них не стихи писать конечно а некому творческому поведению то есть какому-то мироотношению может быть и точно так же в не меньшей степени на меня влиял Велимир Хлебников опять же вот я человек который ну как будто я очень укоренен на самом деле в родном городе в этом как раз продукцию вы произвели по моему творческим поведением хорошо усвоенным от метров поэтически может быть и вот наш последний проект ну не хочется вообще это говорить потому что книжка сейчас на выходе но это проект литературной карте литературной карты Харькова то есть буквально за последний год даже меньше мне довелось ну как бы то свое знание которое у меня было больше ну как бы не то что в пассиве но я специально не писал исследование какое-то я не выверял там с точностью так сказать до какой-то даты до метра где именно происходили те или иные события литературные а в Харькове все перебывали и Есенин и тут же Хлебников и Толстой у нас бывал Бурлики Бурлики уж само собой да и Каменский все это очень было ярко красиво и масса историй интересных вот все это я надеюсь как-то войдет в эту книгу и Хлебников вот Гаршин например у нас есть знаменитая такая больница называется Соборова дача 18 век генерал-губернатор Соборов построил ее как загородную такую дачу ну и он был любитель театра и у него соответственно там был театр а в части здания таким полукругом в стиле классицизм все это очень красиво было построено а потом здание в здании стало размещаться сначала земская больница а потом психиатрическая еще 19 веке и вот эта вот знаменитая больница она привидала многих вот Гаршин ну я троих хотя бы назову Гаршин Хлебников и Лимонов вот такие фигуры хотя там и другие писатели были скажем Владимир Сосиора и так далее так вот самое интересное что Хлебников ну если верить опять же такой легенде волей судьбы оказался в той же самой палате где примерно за 40 лет до него был Гаршин а Гаршин написал по впечатлениям полученным вот на этой соборовой даче свое самое знаменитое произведение Красный цветок и конечно ну вот могу прочитать все творения в данном случае Хлебникову посвященное из последних такое Хлебников перед смертью попросил принести Васильки в голубые очи земли смотрел Велимир перед смертью и с небом прощался то есть Хлебников он как бы постоянно присутствует на самом деле как бы в моем литературном сознании кстати еще и по той причине что вот под Харьковом я ну время три мне там бываю сохранилась замечательная усадьба вернее фрагментик маленький сестер Синяковых знаменитые сестры Синяковы музыфу туризма Оксана или Ксения как ее звали жена Николая Сеева Мария художница в которую был влюблен и Хлебников и много кто и Петников тоже был женат на Вере Синяковой Пастернак приезжал и целый месяц жил вот в этом селе Красная Поляна а Хлебников так там просто жил тоже целыми месяцами и многие его сетверения помечены менее двух лет связаны с Харьковой очень много прожил но и слон в Харькове и вот в этом селе там мало что сохранилось там сохранился ну только такой не верандочка даже а ну как легелечек такой с полуразрушенной лестницей но все равно там такая горка есть на нее зайдешь и вот очень живо все это представляешь то есть вот конечно же ну вот такое живое их присутствие оно ощущается мной по крайней мере и Хлебникова я посвятил одно стихотворение но как бы внутренне внутренне ну как бы дело же не в том как бы все это выливается в какие-то словесные рамки или не выливается то есть они живут все эти или Есенин с которым тоже много связано и трогательных и смешных каких-то эпизодов в Харькове ну вот вплоть до того что например у него там украли часы а ну такая байка очень известная украли часы а на второй день подбросили с запиской Серега извини сперты ошибочно то есть о чем это говорит что как бы ну в Харькове есть такое словечко ракло раклы это вот совершенно непереводимое ни на какой язык и даже на общеукраинский этого слова не знают во многих областях Украины местное словечко которое ну хулиганы сказать или там какие-то бандиты это все очень очень приблизительно это не передает все весь колорит вот сама фонетика этого слова изумительная вот так вот какие были раклы изумительные в 1920 году они знали и сей понимаете поэтому и могли извиняться за виртуальную благородную робин гуду можно сказать самые настоящие ну и конечно такие фигуры как бы ну это такие скорее виртуальные конечно ну скажем так друзья как это не нагло звучит но все-таки поэзии мне кажется ну вот все поэты они в сущности друзья это не по небратству это не тот случай когда вы помните светлов на это реагировал что когда его там по плечу хлопал молодой поэт и говорил Миша Миша он говорил ну зачем так официально зовите меня просто Михаил Аркадьевич так вот это не похлопывание как бы там Пушкина так сказать по плечу а на самом деле мне кажется ну вот как в бане все равны мне кажется в поэзии тоже так сказать и человек который только там два стишка может быть написал в своей жизни ну стишка может быть ну это еще не стихи это еще может быть стишки да но где хоть что-то какой-то росточек есть зернышко какое-то да и уже ну то что называется там классик и мы как бы грешные мне кажется мы все-таки как бы на равных в известном смысле конечно понятно что в истории останутся вершины но дело же не в истории дело в том вы имеете ввиду что поэзия делается совместно всем всеми участниками этого дела ну да ну просто человек как бы пишущий то есть поэзия сама по себе поэзия вот ее некая воздушная материя она мне кажется ну как бы в равной степени кстати и читатель ведь он тоже выступает как соавтор настоящий читатель имею ввиду то есть тот который способен как бы прочитать скажем кон гениально того же Пушкина и Пастернака то есть тут нет такого что вот он как бы бог вот его статуя вот ему там цветочки и так далее вот и Цветаева кстати первая против этого вы помните там перед Пушкиным во фронт и так далее то есть вот этому как раз она научила меня вот этому благородному равенству я знаю вы когда открыли книгу вы помянули имя Цветаевой и обещали что-то прочитать могу прочитать это совершенно детское стеотворение я до этого говорил про эпиграммы которые имеют ввиду кого-то да стеотворение совершенно детское теперь мне его может быть даже и не с руки читать но тем не менее вы же вы помните да ну это тоже интересный вопрос это вот начало 80-х годов ну оно передает вот то мое ощущение вот этой как бы духовной близости вот это вот открытие такое вот ну раз уже столько сказано об этом наверное нужно прочитать стеотворение называется Цветаева ну и как бы уже тут от ее ну-ка это как бы ее текст это мне быть в доме вне жилья жить в нем так как будто бы и нежить узелки запутаю шитья милый рядом целовать и нежить мир и милый вот моя семья вот мой бог и вот мое отечество всем идущим поклонилась я в ком не умирает молодечество скольких провожала я друзей скольких я встречала незнакомцев ни один вам скажет фарисей скольким я раздаривала кольца знала я что через сотню лет мальчик странно без меня живущий мне ровесник и как я поэт будет чудом сны мои отпущен знала я он без меня не сможет не поверит в непреложность дат стольких остановит за похожесть за мои усмешку голос взгляд и к нему пришедшие из бездны оберну горячее лицо вот возьми последнее железное каторжное вечное кольцо по этому поводу в свое время очень в своем знаменитом романе островом заметил стар он там привел такую много афористических высказываний между взаимодавцем и должником существует отношение такое же как между шутником и осмейным рано или поздно будет предъявлен счет причем с процентами ну я вас прошу прощать что-нибудь еще если можно давайте конечно новых стихов или есть хорошо ну вот такое например последняя снежная баба завалится на бок матроной римской что вся ожидание супруга и чресла ее волхваванье чудесных парабол таинственно светят во тьме свежи и упруги но вместо супруга принять ей в объятия солнце и разно всегда утолить свою снежную страсть как бабе простой за чуточку света в оконце ничего не стоит пропасть ну и еще женщина красящие губы похоже на охотника ставящего капканчик и проверяющего хорошо ли он захлопывается такое наблюдение а вот еще сейчас если найду одно стетворение любопытное сразу не найдешь ну ладно я просто буду считать тогда потом что-то попадется я когда читал вот эту книгу последнюю первая книга не в такой степени для меня я ее прочел все сначала до конца подряд а чтение происходило некоторые вещи мне очень нравились в присутствии моего младшего сына да который с восторгом их пересчитывал сразу заучивал наизусть но у меня впечатление возникло что книга на самом деле вот эту книгу ее нужно читать всю подряд потому что произведением является не столько отдельное стихотворение сколько целиком вся книга да на самом деле у меня книжки строятся есть своя логика есть своя логика есть своя выстроенность но опять же принцип чем случайнее тем вернее он тоже присутствует я всегда стараюсь пройти по этой грани между гармонией и хаосом потому что когда совсем все идеально гармонично ну вот прямо таки геометрия это ну это тоже плохо мне кажется потому что ну текст сразу текст как бы широко понимаем он может как-то мертветь и поэтому какой-то момент случайности он все-таки должен быть мне кажется это вот как бы просто этого невозможно избежать да? ну не знаю но я как бы наполовину сознательно наполовину бессознательно это вот у меня так происходит вот то есть какая-то вот дзенская на самом деле тут такая есть немножко позиция это мне напоминает разговор двух моих приятелей которые оба были принадлежали так называемой золотой молодежи и очень любили изящно и красиво одеваться и вот я присутствовал при их коротком разговоре когда один другому сказал ну что же так строго поправляя ему галстов должна быть небольшая небрежность в одежде а он в ответ парировал знаешь мне кажется что небрежности у нас хватает ну это да это да не бойся совершенствовать и все равно его не достичь это да ну давайте ну вот давайте такое стеотворение прочитаю оно московское абсолютно потому что навеяна была выставка тогда еще в Ленинке сейчас это известно ГБЛ называется сокращенно выставка которая так называлась походный сундучок Рымбо и там были представлены ну какие-то на саму выставку я опоздал ее уже сняли но я видел портрет поразивший меня почему-то я ну я Рымбо конечно читал до этого но я этот портрет не видел а он там такой молодой и слегка озлобленный и так вот смотрит соответствующе я взмолился выпросил у них этот портрет дома повесил ну и потом волей-неволей написал конечно эти стихи это очень старые стихи походный сундучок Рымбо мне с неких пор покоя не дает мне кажется что это я а не его законный обладатель фонетику вселенной постигал не в университетских скучных классах а в брызгах волн в лицо в лицо в лицо мне кажется что это я сбежал от вас библиотечной монбланы громадом скал живых и настоящих и к солнцу над открытой головой мне кажется но стоп воображенье ведь мой портфель измят увы в трамвайных давках а солнце загорожено домами подобьем скал но жалким их подобьем и все-таки ты не давай покоя и снись мне снись походный сундучок рымбо это вот такие длинные стихи а я вообще очень люблю писать короткие я уже это заметил да из уважения к читателю причем вы их не выдаете ни за моностихи ни за стихи ни за какие хаки хопку и хайки но один раз они печатались как раз в московском сборнике трех стишей там немножечко ну я знаю сейчас очень многие люди пишут в таком стиле но честно говоря когда их называют русские хайку это большая натяжка потому что мягко говоря дело не в том сколько строчек а в особом мировосприятии и все-таки не нужно все что в три строчки называть каким-то японским термином потому что у них совершенно другие то есть еще же были в Европе да конечно да ну а в интернете так оно и называется русские хайку да ну не только в интернете да ну вот я могу немножко из таких вот как бы маленьких стихов прочитать это такие как бы они даже называются ведушки но это не очень точный термин наверное ну потому что в основе все-таки картинка что-то визуальное и кстати вот в журнале черновик некоторые из них вместе ну вот с каким-то видеорядом где-то на основном номере были как бы изображены но тем не менее они в основном ну все-таки как-то более синкретично порождаются потому что часто это просто на созвучии созвучие дает толчок к какому-то визуальному ряду ну по-разному на самом деле ну например пуговица самоубийца с большим стажем чуть что лезет в петлю мусор хиппульт валяется где хочет цветет каштан многорукий шива угощает всех эскимо половая тряпка сейчас ее найду если вспомнил пуговица а вот вы говорили о переводе а вот вы представляете приведенные вот такие короткие зарисовки на украинском ну наверное да да наверное да ну мне кажется что это будет совершенно на украинском по-другому звучать может быть вот особенно в таких вещах это обнаруживается разница ну да потому что конечно какие-то хотя они не рифмованные но все равно какие-то фонетические сопротивления могут быть конечно здесь очень близкая лексика при разнице культурной разницы весьма значительной и мелодической разницы и чувстве юмора другом вот так скажем она я не знаю даже не представляю себе как это выглядело бы на украинском может когда-нибудь приведет посмотрим да ну вот еще маленькая у кукурузы рыльца в пушку украла и спрятала капельки солнца боже мой вот уже двадцать лет только электробритва старая ворчунья гладит мои щеки половая тряпка когда моет пол вспоминает что была юбкой и танцует танцует вот такие вот мелочи ну давайте что-то более фундаментальное все-таки прочитаем а почему вы не хотите прочитать это же новое новое да могу из нового что-то прочитать интересно я это не читал да я думаю что наши зрители зрители ничего не читали поэтому им все равно новое ну почему может быть кто-то читал ну я думаю вряд ли никогда никого не воспринимай как плод только как семя когда меня удалят как файл из мира где долго я был постояльцем господь ты все же меня вспоминай хоть я как и время песком сквозь пальцы на жестком диске в анналах души в безбрежных просторах твоей вселенной заархивируй прошу запиши был такой-то живой и тленный к тому же была в нем крупица того что может не вовсе подвластно тлену искра твоя твое волшебство голос даренный простому полену когда ты наступаешь на горло всем своим песням они наступают тебе на ухо читаю мысли на расстоянии двух-трех столетий испытываю чувства вызванные давнишними мертвецами и понимаю в мире неприходящих ценностей только мы приходящие ценности ну и вот такое остеотворение только глубоко задумавшись можно проехать свою остановку во времени давясь тошнотиком дежурным в трамвайчик штопорясь пузатый апрельский тополек ажурный едва заметишь ты завзятый участник массовых тусовок урбанистический болванчик и жить и умирать попсово наученный зачем-то мальчик как две ледышки в детском кулачке прошлое и будущее превращаемые в текущее в окна лезет красавица жасмин как ромео к общажным девчатам припуганный комнатный мир в дальний угол с размаху впечатан он вломился любовник герой бесшабашнее пьяного бурша пусть старуха пленится игрой бурной зелени влажной и душной жизнь какое короткое слово одна одна только гласная заблудившийся не весь что сочиняющий сочинительный союз со звоном разбившейся посуды дзынь в конце не успеешь раскрыть рот а оно уже кончилось по-моему это было в книге стих нет по-моему нет едва родившись мы начинаем орать только влюбившись мы научаемся говорить шепотом только возненавидя мы постигаем прелесть крика и почему-то уже кричим большую часть жизни сами того не замечая только умирая мы вновь переходим на шепот поцелуй две странички бытия перевернутые разом быстрее детей растут только наши долги перед ними барабанные палочки в детстве мечтали стать флейтами но некому было прорезать им уши глаза и рот наоборот их тщательно полировали чтобы не осталось ни одной зазубринки пока они не стали гладкими гладкими глухими глухими немыми немыми незрячими незрячими годными только на то чтобы бить а что стихи от дарок бытию а санна осине растущей у дома осоли трепещущей ей незнакома ни ложь человечья ни небо надменность в ней трепет души ощутившей без мерности возле метро выставка старух кто продает пирожки кто семечки кто свою старость ну и из последнего я прочитаю хуже худшее из лекарств если она лечит то есть притупляет боль то есть остроту памяти ну вот наконец не болят твои ноги не болит голова не колет сердце но все так же болит душа как мы там детство кончается не тогда когда переспишь ты с девчонкой и не тогда когда простится с тобой каждый камень на школьном дворе а тогда когда тихо-тихо уйдет твоя мама небесную страницей в божью дорогу и ты не успеешь сказать ей прости гуттоперчивая старуха акробатка со стажем фокусница и клоунесса я знаю все твои трюки помню все твои шутки но что тебе стоит память воскреси это утро когда проснувшись можно было услышать осторожный шорох в маминой спальне улыбнуться и подумать разве может быть больше счастья еще чай заваренный тобой в термосе не остыл но остыла кровь в твоих жилах еще яблоко помытое тобой лежит на блюдце золотое золотое наверняка молодильное во всем так явственно твое присутствие что боюсь мне не хватит жизни чтобы попытаться увериться в обратном в первый раз зрением нам пока недоступны. Человек, умирая, наконец разжимает кулаки. Вот, смотри, Господь, ничего я не спрятал, ничего не украл, никого не хочу ударить. Мне не за что больше бороться. У меня все есть, обе мои ладони полны ожиданиям твоих. Как древние черты и резы, упрямая письменность твоих морщинок, так мною и неразгаданная, так и несогретая моими ладонями, так и нетронутая моими губами, не уловленная жадным глазом фотоаппарата, не пойманная карандашом художника, она с каждым днем ярче и ярче выхватывается из тьмы небытия, болью памяти, словно в надежде, разгадать секрет моей жестокости, моего невнимания, глупость скорописи повседневности, отучающей читать знаки вечности даже на лицах любимых. Никто мне не скажет, тебе пора подстричься, ты, конечно, голоден, не забудь завтра перевести часы на час назад. Мамочка, скоро нечего будет стричь, не утолить мой голод по твоей улыбке, каждому твоему жесту и слову, а часы моего бытия и так рвутся в прошлое, когда ты была рядом, а я тебя почти не замечал, погрузившись в вечные свои книги и рукописи, которые могут все, кроме самого простого, вернуть теплоту твоей руки, гладящей мои неподстриженные волосы. Являясь за полночь, можно уже не бояться скрипа дверей, щелканья замков, незачем в потемах красться в кровать, опасаясь тебя разбудить. Являясь за полночь, я громко стучу ногами в передний, струшивая снег, хлопаю дверью, зажигаю весь свет, как будто могу тебя разбудить. Никогда не съела лишнего куска, все оставляла детям, все оставляла внукам. Вдруг придут, а угостить нечем. Они приходили, но не тогда, когда ей хотелось, а тогда, когда им было надо. И лишь на поминках кусок не полез им в глотки. Ветка сирени, сорванная тобой в марте, расцвела в апреле, в комнате, где навсегда остановились часы твоей жизни. А может, не навсегда, а может и не остановились, если цветет и цветет ветка сирени на твоем столе. Спасибо большое, Михаил. Вот на этой трогательной ноте мы, наверное, завершим сегодняшний эфир, сегодняшнюю встречу. Хотите что-то сказать нашим зрителям, читателям? Может быть, как напутствие, а может быть просто... У меня есть напутствие, у меня книжка завершается такими словами, которые я могу адресовать всем людям. Уже и зато достоин нежности каждый встречный, что он, как и ты, часть речи. Спасибо еще раз. На этом мы заканчиваем сегодняшний эфир. Большое спасибо нашим уважаемым зрителям и слушателям за внимание к нашим передачам. Это была программа «Букинг», ведущий Юрий Проскоряков. Сегодня была встреча с поэтом, философом, культурологом и этнографом Михаилом Красивым. Спасибо. Спасибо.